Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалования или около того. И враг этот никто другой, как наш Северный Мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В десятом часу утра, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности от Морозу болит лоб и слезы выступают в глазах, титулярные советники иногда бывают просто беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы как можно скорее в тоненькой шинелишке перебежать пять-шесть улиц и потом хорошенько натоптаться ногами в швейцарской, пока не оттают все замерзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акакий Акакьевич с некоторого времени начал замечать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и в плечо. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Осмотрев ее хорошенько у себя дома, он обнаружил, что в двух-трех местах, а именно на спине и на плечах она сделалась точная серпянка. Сукно до того поистерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакьевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже. Подымаясь по лестнице, ведший к Петровичу, Акакий Акакьевич уже думал о том, сколько запросит Петрович. и мысленно положил не давать ему больше двух рублей. Акакий Акакьевич прошел через кухню, незамеченной даже самой хозяйкой, и вошел, наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком, деревянном, некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги, как турецкий паша. Он уже минуту с три продевал нитку в игольное ухо, не попадал и потому очень сердился, ворчав полголоса. Не лезет варварка! Уела ты меня, шельма этакая! Акаке Акакьевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он смекнул это и хотел было уж, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз. И Акакий Акакьевич невольно выговорил. Здравствуй, Петрович! Здравствовать желаю, сударь! А я вот того, Петрович. Шинель-то сукно, оно вот видишь, везде в других местах совсем крепкое. Оно немножко зацепилось и кажется, будто старое, а оно новое. Вот только в одном месте немного того, на спине. Да вот еще на плече одном поистерлось. Да вот на этом плече. Вот видишь, и все, и работы немного. Немного. Нет, нельзя поправить. Худой гардероб. Отчего же нельзя? Ведь только и всего, что на плечах поистерлось. Ведь у тебя же есть какие-нибудь кусочки. Да кусочки-то найдутся, кусочки-то есть. Да нашить-то нельзя. Дело совсем гнилое. Тронешь иглой, вот уже оно ползет. Пусть ползет. А ты-то сейчас за платочку. Да за платочки-то не на что положить. Укрепиться ей не за что. Только слава, что сукно. А пойду и ветер так разлетится. Ну да уж поправь. Как же это к праву того? Да нет, ничего нельзя сделать. Уж вы лучше наделайте, как придет зимнее и холодное время из нее себе анучек, потому что чулок не греет. А шинир, уж видно, вам придется новую делать. Как же новую? Хм. Ведь у меня и денег на это нет. Да, новую. ну а если бы пришлось новую, сколько бы она того? То есть сколько будет стоить? Да. Да и три полсотни слишком надо будет приложить. Полтора ста рублей за шинель! Вскрикнул Акакий Акакьевич. Вскрикнул, может быть, первый раз от роду, ибо отличался всегда тихостью голоса. Да, стыщ, какова шинель! Если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладке, так и в двести войдет. Вышед на улицу Акакий Акакьевич был как во сне. Этакого-то дела этакое, говорил он себе. А я право и не думал, чтобы оно было того. Так вот оно что. Наконец вот что вышло! А я право совсем и предполагать не мог, чтобы оно было эдак. Так вот как! Вот уж как неожиданное совсем уж того! Этого бы никак! Этакое-то обстоятельство! И сказавший это, Акакий Акакьевич вместо того, чтобы пойти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогую задел его всем своим нечистым боком трубочист и вычернил все плечо ему. Целая шапка извести высыпалась с верхушки строившегося дома. Он не слыхал, как подымался жадный вал, ему подошвы подмывая, как дождь ему в лицо хлистал, как ветер буйно завывая, с него и шляпу вдруг сорвал. Он ничего этого не заметил. И потом уже, когда наткнулся на будушника, который стоял и поставил около себя алебарду, натряхивал на мозолистый кулак свой из рожка табаку, тогда только немного очнулся, и то только потому, что тот сказал ему, «Чего лезешь в самое рыло? Разве нет тебе трухтуара?» Акакий Акакьевич думал, думал и решил, что надо будет уменьшить обыкновенные издержки хотя бы в продолжении одного года изгнать употребление чаю по вечерам, не пользоваться по вечерам свечкой, а если что понадобится делать, то идти к хозяйке и работать при ее свечке. С этих пор само существование Акакия Акакьевича сделалось как-то полнее. Как будто бы он женился, как будто бы он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась проходить вместе с ним жизненную дорогу и подруга это была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке, без износу. Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен. Акакий Акакьевич сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который определил и поставил себе цель. С лица его само собой исчезли все колеблющиеся и нерешительные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. А не положит ли точно куницу на воротник? и он как будто околдован, как будто силой злой прикован недвижно к месту одному и нет возможности ему перелететь. Это было трудно сказать, в который именно день, но вероятно в день самый торжественный в жизни Акаки Акакича, когда наконец он принес шинель. Это было поутру, перед самым тем временем как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начались уже довольно крепкие морозы и казались должны были еще более усилиться. Вынувши шинель, он гордо посмотрел и держа в обеих руках накинул на плечо Акаки Акакича весьма ловко. Последний звук, последней речи я от нее поймать успел. Я черным соболем одел ее блистающие плечи, потом потянул и осадил ее рукой к низу, потом драпировал ею Акаки Акакича несколько нараспашку. На кудре милой головы я шаль зеленую накинул, я пред Венеру Невы толпу влюбленную раздвинул. Акаки Акакевич, как человек в ретах, хотел попробовать в рукава. Петрович помог надеть в рукава. Вышло, что и в рукава была хороша. Петрович при этом заметил, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акаки Акакича, поэтому взял так дешево. А на Невском проспекте с него взяли за одну только работу 75 рублей. Акакий Акакевич не хотел об этом толковать с Петровичем. Он поблагодарил его, расплатился и вышел тут же в новые шинели в департале. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго смотрел издали на шинель. Потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Последний звук последней речи я от нее поймать успел. Я черным соблем одел ее блистающие плечи. Между тем Акаки Акакевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на его плечах новая шинель. И несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле две выгоды. Одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и вскоре очутился в департаменте. В швейцарской он скинул свою шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно каким образом все вдруг в департаменте узнали, что у Акаки Акакевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все тут же выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акаки Акакевича. Начали поздравлять его, приветствовать так, что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все приступив к нему стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что Акаки Акакевич должен по крайней мере задать им всем вечер, он совершенно растерялся, не знал как быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников сказал, так и быть, я вместо Акаки Акакевича даю вечер и прошу всех сегодня ко мне на чай. Я же как нарочно сегодня именинник. Акаки Акакевич воротился домой в самом праздничном расположении духа. Он снял шинель и бережно повесил ее на стене, еще раз налюбовавшись сукном и подкладкой, а потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой, совершенно расползшийся, взглянул на него и сам даже засмеялся от удовольствия. Такая была далекая разница.